Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Сащенко. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Коротко о главном. Председатель Совета Республики Национального Собрания Михаил Мясникович призвал хозактив Брещины не бояться проявлять инициативу, экспериментировать и принимать решения. В областном центре прошло очередное заседание Брестского областного исполнительного комитета. Брест притягивает инвестиции. Крупнейшая российская нефтяная компания реализовала в Бресте первый инвестиционный проект. Открыла 14-ю в Беларусь автозаправочную станцию «Нефть под триколором Татарстана». О совершенствовании форм и методов работы на современных рынках. Почему важно знать свою продукцию, как искать и, что самое главное, находить современного читателя-покупателя. Диалог на актуальные темы с министром информации Беларуси Лилией Ананищ провели сотрудники Брест-Облсоюз Печати и представители средств массовой информации Брещины. Услуги по получению визы станут быстрее, качественнее, лучше. 1 марта в Беларуси заработают 4 новых польских визовых центра. Пришло время платить по счетам. Все о новых жировках и о новых правилах оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Об этих и других событиях прямо сейчас. Совместное заседание Брестского областного исполнительного комитета с хозактивом региона состоялось на текущей неделе в городе Надбугом. На повестке дня выполнение прогноза социально-экономического развития, исполнение бюджета Брестской области в 2015 году и принимаемых мерах по повышению эффективности работы органов управления всех уровней в 2016 году. В мероприятии принял участие председатель Совета Республики национального собрания Михаил Мясникович, а также представители министерств и ведомств. Подробности в первом материале выпуска. Расширенный состав участников мероприятия, а на совещание было приглашено около полутысячи человек, вызван необходимостью детального обсуждения имеющихся в регионе проблем и поиску путей их решения. Принципиальность разговора вызвана результатами, которые продемонстрировал регион в части социально-экономического развития в минувшем году. Только два из восьми доведенных целевых показателей были выполнены областью за 2015. Сегодня мы должны четко сформулировать задачи, как мы будем развиваться дальше, что планируется предпринять на уровне отдельно взятых предприятий и отраслей в целом. Текущий год начался для нас не совсем удачно. По итогам января 2016 года темп ростовалого регионального продукта по Брестской области составил 91,8%. Это предпоследнее место среди регионов и города Минского республики. Отрицательное влияние на формирование волового регионального продукта оказало строительство. В январе текущего года строительно-монтажных работ по области в соотношении с уровнем 2015-го выполнено 65%. По темпам роста данный показатель самый низкий в республике. Однако в абсолютных величинах, даже при отсутствии строящихся значимых объектов, регион занимает третью позицию по стране. Но способы повышения эффективности отрасли искать необходимо. Среди вариантов увеличение объемов и географии долевого строительства, а также экспорт услуг. С целью сохранения строительного комплекса в области, обеспечения занятости, трудовых ресурсов, мы направляем своих строителей за пределы области и выходим на внешний рынок. Количество строителей, работающих за пределами, сейчас уже 1500 человек, с учетом в авто до 3000 человек в месяц. Для выхода на внешний рынок открыто представительство в Российской Федерации. В Москве, Калининграде, Смоленске, Республике Казахстан. Промышленность региона также снизила свои объемы более чем на 4% по сравнению с 2014. Но есть и положительные результаты. На 1 января достигнут самый низкий уровень складских запасов за минувшие три года. Высокие показатели сохраняют область в сельском хозяйстве. За первый месяц 2016-го прирост воловой продукции аграрного комплекса в общественном секторе составил более 3%. Это первое место среди областей. Позитивные сдвиги произошли в торговле, социальной сфере и экспорте товаров. Согласно прогнозам, в целом на Брещене по большинству показателей за два месяца текущего года ожидается положительная динамика. Однако это не повод расслабляться. Конкретные задачи перед хозактивом области поставил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Все пять целевых задач должны быть доведены до районов и городов и вменены в обязанности председателей городских и районных исполнительных комитетов. А именно, еще раз повторяю, рост доходов бюджета, второе – рост занятых в экономике, третье – ликвидация проблемных сельскохозяйственных организаций, четвертое – рост экспорта и пятое – привлечение инвестиций и, в первую очередь, прибыль. Для выполнения поставленных задач, как и для развития области, в целом важное значение имеет кадровый потенциал. По словам Михаила Мясниковича, сегодня на Брещене нет требуемой работы по подбору, подготовке, расстановке и, что особенно важно, учебе кадров. В результате решения на местах принимаются мелкие, на уровне руководителя предприятия и не более. А ведь требуется применительно к конкретному городу, району принимать государственные решения, мобилизовывать кадры. Местные руководители, оглядя на них и многие руководители предприятий, хозяйств, ждут поручений, не принимают самостоятельных решений, забыли об инициативности, о проведении экспериментов и даже хорошего хозяйственного риска. Это очень плохой стиль и методы работы. Поэтому мое предложение – практикуйте отчеты председателей горрайсполкомов о их работе. Не только на двоях, при весах, километрах, квадратных метрах, что, безусловно, важно, а о том, что сделал исполком в работе с кадрами организации района, независимо от их ведомственной подчиненности. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Открытое акционерное общество «Татнефть», входящее в десятку крупнейших российских нефтяных компаний, построило и ввела в эксплуатацию первую в городе Бресте и 14-ю в Беларуси автозаправочную станцию под собственным брендом. Торжественное открытие состоялось накануне. Лариса Осмолович продолжит тему. Новый ориентир на дорогах Бреста, 14-я автозаправочная станция на перекрестке улиц Красногвардейской и Радужная в районе Березовка уже привлекают автолюбителей ярким татарстанским триколором. «Татнефть» – гарант надежности, высокого качества, отметил на торжественной церемонии открытия мэр города Александр Рогащук, особо подчеркнув, что специалисты компании – ответственные партнеры. Эта заправка – это пример нормальной, хорошей инвестиции. В чем суть этой инвестиции? Наши строители получили работу, соответственно, заработную плату, создан новый объект и создано 12 рабочих мест. То есть 12 брещан имеют хорошую, надеюсь, достаточную заработную плату, поэтому это нормальный, хорошее такое событие для нашего города. Очень важно, чтобы инвестиционная деятельность и дальше развивалась в нашем городе, чтобы создавались рабочие места. «Татнефть» работает в Беларуси в рамках инвестиционного договора, заключенного в 2009 году между Татарстанской компанией и Белнефтехимом. Согласно этому документу «Татнефть» откроет в нашей стране 37 автозаправочных станций. В Бресте инвестор построил первую, но совсем не последнюю автозаправочную станцию и уже совсем скоро появится и вторая. Брест интересен инвесторам, при граниче притягивает инвестиции. Брестская земля, она действительно интересна с точки зрения инвестиций. Во-первых, это приграничная территория. Нам, как компании, которые осуществляют заправку автомобилей, это очень интересно, так как отсюда начинается, через Брестскую землю начинается транзитный поток транспорта, который идет далее в Россию. К строительным работам приступили в сентябре, сработали быстро, слаженно, эффективно. И сегодня у водителей появилось в городской черте удобное место, где можно заправить бензином и дизельным топливом. Одновременно шесть автомобилей. Предлагаются услуги шиномонтажа и чистки салона. Автозаправочная станция отвечает всем требованиям безопасности, оснащена современным технологическим оборудованием. На территории имеется магазин, в котором можно приобрести сопутствующие товары, выпить чашечку ароматного кофе. Все вместе это современный и благоустроенный автозаправочный комплекс. Я бы хотел, чтобы здесь было качество топлива образцовое, чтобы люди из других районов нашего города приезжали сюда целенаправленно. Вот это, конечно, та планка. Усиливая конкуренцию между фирмами, между заправками, мы, по сути дела, боремся за качество. Это тоже очень важно. Я как автолюбитель говорю, что очень важно, чтобы была качественная заправка. Директор ТАТ «Белнефтепродукты» Ильдар Мубара Акшин заверил, что качество поставляемого продукта на автозаправочную станцию самое высокое. Это обусловлено условиями контракта и политикой компании. Их слоган «Мы гарантируем качество каждого литра». Любой инвестор, вкладывая деньги, рассчитывает на возврат инвестиций. По корпоративному стандарту ТАТ «Нефти» срок возврата инвестиций должен составлять не более пяти лет. С учетом объемов реализации, полученной выгоды, полученной прибыли, мы рассчитываем вложиться в эти сроки. То, что касается Брестской области, региона Бреста, у нас все получилось очень быстро. В начале сентября мы получили разрешение на строительство и в декабре мы уже построили объект. На территории города Бреста в данное время реализуется с разной степенью успешности и с разной платежеспособностью инвестора 24 крупных инвестиционных проекта. А это создание новых рабочих мест, а для строительных компаний новые объемы работ. Поэтому инвестиционную деятельность мы в городе сворачивать не будем. Наверное, было бы совсем неправильно за счет бюджетных денег строить такие объекты. Это как раз бюджету есть куда деньги тратить. Это надо строить сады, детские сады, школы, строить дороги, ремонтировать дороги. Вот это приложение бюджетных денег. Но такие вот объекты должны, конечно, за счет частных инвестиций и вложений. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Продолжаем выпуск. О совершенствовании формы методов работы на современных рынках, о том, почему важно знать свою продукцию, как искать и, что самое главное, находить современного читателя-покупателя, об этом и не только шел предметный разговор во время открытого диалога министра информации Беларуси Лилия Ананич с трудовым коллективом Брест-Облсоюзпечати. В плане визита, посещения ряда торговых точек предприятия, а также знакомства с работой Брестской типографии и ряда СМИ областного центра. Мир не стоит на месте и каждый день требует от работников всех отраслей планомерной работы по поиску уникальных идей и интересных предложений. Особенно это касается тех, кто занимается распространением информации – книжно-печатной, аудиовизуальной. Именно эта тема стала посылом встречи министра информации Лилии Ананич с трудовым коллективом одной из подчиненных ведомств организации республиканского унитарного предприятия Брест-Облсоюзпечать. Несмотря на давно существующие в обществе пророчества о том, что печатная книга, как и прочим, и вся печатная продукция скоро уйдут в небытие, белорусы читали, читают и будут читать. Региональные средства массовой информации. Меньше всего теряют тиражи. Если по республиканским 7-6%, то региональные процента 2% в подписных тиражах потеряли. Региональные средства массовой информации демонстрируют хорошую экономику. Сегодня более 90 уже региональных газет самоокупаемые. И это еще один показатель того, что печатная продукция не теряет своей популярности. Особенным блоком в этой структуре стоит выпуск книжной продукции, которая сегодня отличается не только качеством и изысканностью, но и разноплановостью языкового формата. Выбор русской и белорусской литературы велик. Благодаря такому разнообразию многие делают выбор в пользу печатной книги, предпочитая ее электронной. Очень много приходит молодежи, очень много психологической литературы. Некоторые любят фэнтези, некоторые – белорусскую книгу. И очень много покупают белорусской литературы. Современные киоски унитарного предприятия «Брест-Облсоюз Печать» давно перестали быть исключительно точками сбыта печатной продукции. Теперь это полноценные торговые объекты, совмещающие в себе большое количество функций, в списке которых Лилия Ананич особенно отмечала два из них – культурно-образовательную и идеологическую. С одной стороны, большое количество газетно-журнальной продукции, формирующей общественное мнение и взгляды на политическую и экономическую жизнь страны. С другой – изобилие книг отечественных авторов, что позволяет ближе познакомиться с многообразием белорусского литературного мира. Кстати, в последние несколько лет брещане отмечают качественное изменение торговых киосков, причем во всех смыслах. Они красивые стали, приятно зайти в них. Вид, конечно, в них стал более солидный, зайти туда можно, что-то выбрать, не то, что киоск был, голову сунь туда. Вот пользуюсь здесь часто, потому что я рядом живу, недалеко здесь часто бываю. Мне это все устраивает. Что покупаете? Я газеты покупаю для сада, огорода, литературу. Просто меня это устраивает очень хорошо. Покупаю журналы, какие мне нравятся. Здравушка, вот такие, как сваты, вот эти я покупаю и пользуюсь. Не остался без внимания вопрос организации работы брестских средств массовой информации в год культуры. По мнению министра, конечно же, с первых полос и из ведущих рубрик не уйдут такие важные для жителей Беларуси темы, как Великая Отечественная война и ее герои, известные белорусские писатели и знаковые юбилеи. Пресса страны продолжит рассказывать об актуальных событиях, происходящих в разных регионах республики и сохранит главные принципы работы, в списке которых одним из приоритетных является формирование культуры народа. Когда мы говорим о теме культуры, то все-таки, думаю, вдумчивое прочтение и знакомство с тем масштабным планом проведения мероприятий в год культуры дадут и направление для работы средств массовой информации. Это освещение не только событий культурной жизни и того, что происходит у нас в сфере профессионального искусства, самодеятельного искусства. Мы миролюбивый народ, мы толерантный народ, мы и наше информационное пространство выстроили таковым, что оно помогает созидать нашу страну. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. 1 марта в Беларуси заработают четыре новых польских визовых центра. Один из них распахнет свои двери и в городе над Бугом на улице Московской. Начиная с момента торжественного открытия, центр начнет свою работу и будет принимать первых клиентов. В преддверии важного политико-экономического мероприятия в Бресте состоялась пресс-конференция с представителями польского консульства, которые более подробно рассказали о том, какие изменения принесет нововведение, а также насколько проще теперь будет получить визу. Анастасия Ноздрин-Плотницкая разбиралась в тонкостях приграничного дела. Теперь услуги по получению визы станут качественнее и лучше. Именно эта мысль прошла красной нитью через всю беседу представителей польского консульства с журналистами, ведущих средств массовой информации города. Их открытие призвано способствовать развитию торговли и туризма в двух странах. Однако это не отменяет возможности получения визы в консульстве, в работе которого с 1 марта произойдут некоторые изменения. Прием заявлений будет с 8.45 по 12.45, выдача паспортов 14.30, 16.00 часов. Информационное окно будет работать с 8.45 по 12.45, потом 14.30 до 16.00 часов, а телефон визовой информации будет доступен с 9.00 до 16.00 часов. Открытие визовых центров в регионах снимет необходимость двукратного, зачастую многочасового приезда граждан для подачи и получения документов в соответствующий консульский отдел. Необходимо будет зарегистрироваться в системе Е-Консулат. Адреса онлайн-записи в системе остаются прежними. Регистрация будет осуществляться исключительно на визы Шенген-С и Национальное-Д без разделения на конкретные цели поездки. Так как визовый центр является коммерческой организацией, то за прием каждого заявления будет взиматься оплата в размере 15 евро или его эквивалент в другой валюте. Теперь, обратившись в центр, можно будет сделать в одном месте все и сразу – подать документы, сделать фото, оформить курьерскую доставку готового паспорта. Однако последнее слово остается за консулом. Именно он будет принимать решение о том, на какой срок открывается виза. Каждый консул лично несет ответственность за принимаемое с собой решение. Даже руководитель учреждения и, допустим, сам министр не может сказать данному консулу, что выдают такую или другую визу. Это личная ответственность данного консула. Так. И каждый консул, да, пользуясь этими общими правилами, руководствуясь законом, учитывая все индивидуальные обстоятельства, принимает решение. Условия, которые играют роль, это визовая история. Значит, сколько этих виз или национальных, или шенгенских, но выданных странами Шенген, было у данного человека за последние три года. Как он их использовал? По цели, не по цели? За последний год количество выданных виз для посещений Польши существенно увеличилось по сравнению с 2014 годом. Только в 2015 документ с двухгодичным сроком действия получили порядка 26 тысяч белорусов. С трехгодичным – 2800. Виза на четыре года появилась у 150 граждан республики. С введением новых центров польские дипломаты уверены, белорусы будут путешествовать чаще. К слову, еще через месяц такие же учреждения появятся в Лиде, Барановичах, Пинске и Могилеве. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Бугинформ». Продолжаем разговор об актуальном и важном. Пришло время платить по счетам. С введением новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги эта фраза звучит особенно актуально. Жировки за январь, содержание которых было, пожалуй, главной интригой месяца, мало обрадовали горожан. Если у одних стоимость услуг выросла на 30%, то у других они стали тяжелее в два раза. Сложившаяся ситуация с тарифами возмутила не только рядовых белорусов, но и главу государства, к которому председатель Комитета госконтроля Беларуси Леонид Анфимов в минувший понедельник доложил, что необходимые расчеты были проведены, но на практике все было сделано от балды. В итоге возбуждено 13 уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий системы ЖКХ. Пока в Управлении жилищно-коммунального хозяйства исправляют ошибки и производят новые расчеты, попробуем разобраться с новыми строками услуг в жировке, появившиеся согласно указу президента номер 535 и оплату за которые жильцы производят в полном объеме. Виктория Драгобецкая продолжит тему. На протяжении 14 лет жительница одного из бедских домов Ирина Васильевна исправно наводит чистоту на своем этаже. Убираешь в квартире, заодно выйдешь с веником на площадку, подметешь, помоешь и глаз радуется, говорит наша героиня, в лице которой многие горожане узнали себя. Уборка как на этаже, так и во всем подъезде проводится по старинке, согласно графику. Поэтому новость о том, что отныне данная услуга в жировке числится отдельной строкой и что теперь у жильцов появилось законное основание за нее не платить, конечно, обрадовала Ирину. Лишних денег не бывает. Это раз, а во-вторых, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. И на кого не надейся. И мне кажется, каждый уважающий себя хозяйка, либо хозяин, убирая, делая уборку в своей квартире, выйдет. И такого большого труда и ума, тем более, не потребуется, чтобы убрать лестничную площадку, то есть там, где ты живешь. Однако есть нюансы. Если решили убирать подъезд самостоятельно, необходимо об этом сообщить в ЖЭУ и официально за коллективной подписью, а не единолично, оформить все бумаги. Второй вариант развития событий – наводить порядок в подъезде может как работник ЖЭСа, так и наемной клининговой компании. Соответственно, за оплату. Если все же выбор сделан в пользу самостоятельной уборки, но при этом она не осуществляется, это моментально отобразится в вашей жировке. Если жильцы осуществляют уборку подъездов самостоятельно, жилищная эксплуатационная служба в любом случае контролирует его санитарное состояние. И при необходимости, если где-то происходит какой-либо сбой, либо жильцы отказываются от проведения данного мероприятия, значит, жилищная эксплуатационная служба будет проводить уборку подъездов самостоятельно уже и выставлять за данную услугу оплату. То есть, тем не менее, подъезды в нашем любом случае находятся, их санитарное состояние под постоянным контролем. Техническое обслуживание лифта и электроэнергия, потребляемая на него работу – еще две строки, которые появились в Январском счете извещений. Раньше эти услуги были объединены одной графой – пользование лифтом. Плата начислялась, исходя из количества человек, зарегистрированных в квартире. В новой интерпретации за техобслуживание грузоподъемника жильцам придется заплатить по новому правилу – в зависимости от площади жилого помещения. Я приватизировал, допустим, 100 квадратных метров. Значит, и соразмерно вот этой площади моей приватизированы места общего пользования, в том числе и оборудование, то есть лифт. А вы, допустим, живете в 40 квадратных метрах, вы их приватизировали и соразмерно вы тоже приватизировали места общего пользования и лифт. Поэтому за техническое обслуживание лифта будет заниматься оплата пропорционально занимаемой площади жилого помещения. Аналогичная история и с освещением мест общего пользования, за которое, согласно январской жировке, брещане заплатили также пропорционально площади квартиры. Кстати, этот пункт, как и уборка подъездов, предполагает разные сценарии вложения своих кровных. Жильцы могут оплачивать круглосуточное освещение, однако им никто не запрещает установить акустические датчики или светодиодные лампы для экономии электроэнергии. Которые они приобретут самостоятельно. И вроде все стало предельно ясно или, как принято говорить, прозрачно. Теперь сколько потребили, столько заплатили. Однако новая система, не успев утвердиться, уже дала сбой, о чем свидетельствует претензии главы государства к ответственным чиновникам на совещании до 2 февраля. Остается надеяться, что новые тарифы, включая новые строки, все же будут начислены с умом, а не от балды. Ватуре Дрогобедской, Дмитрий Хрущ, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. На протяжении месяца в Бресте проходила республиканская акция МЧС «Безопасность в каждый дом». За этот период брестские спасатели провели профилактические беседы с разными категориями граждан. Работа с населением, как и в предыдущие годы, осуществлялась в четыре этапа. Для эффективности дела брестские огнеборцы прибегали к разным методам. Для младших школьников был создан поучительный кукольный спектакль «Сказка о непослушной спичке». В работе с подростками МЧСовцы постарались донести полезную информацию путем увлекательных викторин и новых обучающих фильмов. Взрослых тоже не обошли стороной. А каков итог профилактической акции? Удалось ли спасателям убедить горожан в необходимости соблюдения правил безопасности? Узнавала наш корреспондент София Бережная. Безопасность в каждой доме – этот лозунг на слуху обрещан. Активная работа спасателей, направленная на профилактику пожароопасных ситуаций, дает свои плоды. Завершающий этап республиканской акции МЧС позволил убедиться в этом наверняка. На этот раз в центре внимания места с массовым пребыванием людей. Где в вашем доме хранятся спички? В каком месте расположен пожарный извещатель? Прибегали ли вы к использованию неисправных электроприборов? Курители в квартире? Все эти наводящие вопросы задавали МЧСовцы горожанам, чтобы понять, насколько ответственно люди подходят к своей безопасности и безопасности близких. Признаться, многие из вопросов заставили нашу съемочную группу призадуматься. А значит, и у брещан будет повод взглянуть на, казалось бы, простые вещи, совсем в вином ракурсе, с точки зрения безопасности. В том, как надо поступать и как нельзя, вместе разбирались спасатели и покупатели центрального универмага. Гости форме ничуть не смутили народ своим внезапным появлением в магазине. Напротив, брещане спешили воспользоваться возможностью пообщаться со спасателями. Это можно приобрести. Извещатели продаются вот здесь, в Туме. Их можно купить, да, тысячу мелочей. И в Советской Конституции 30, добровольное пожарное общество, а также в других хозяйственных магазинах. Во сне человек запаха дыма не слышит, не чувствует, поэтому... Умирает от угарного газа. Да, все верно. Зачастую бывает такое, что происходит возгорание даже, может, и не в вашем доме, и не в вашей квартире, а у ваших соседей. У нас были такие ситуации, когда срабатывал от затымления у соседей. Спасибо большое за информацию. В универмаге МЧСовцы и активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных раздавали посетителям и продавцам листовки противопожарной направленности, проводили тематические беседы, отвечали на вопросы брещан. На витринах магазина можно было обнаружить информационные брошюры, а на телеэкранах транслировались видеоролики по правилам пожарной безопасности. Итог такой масштабной профилактической работы для огнеборцев – это, конечно, осведомленность брещан. Да, слышал о такой акции, но вот сейчас непосредственно познакомился, мне представили смысл этой акции, рассказали о том, как важно следить за детьми, как важно соблюдать технику пожарной безопасности для того, чтобы наше поколение последующее выросло здоровым, крепким. Молодой папа уже задумался о том, что совсем скоро ему предстоит объяснить своему пока еще годовалому ребенку, как опасны шутки с огнем. Информационно-наглядные материалы от спасателей, предусмотренные для самых маленьких, придут на помощь родителю. МЧСовцы и активисты побывали в каждом из отделов ЦУМа, пообщались с покупателями, не обошлись стороной продавцов. В рамках завершающего этапа акции «Безопасность в каждый дом» для горожан они подготовили еще и выставку пожарной аварийно-спасательной техники. Это мероприятие особенно заинтересовало самых маленьких брещан. В положительном результате республиканской акции сомневаться не приходится. Со спасателями был охвачен огромный пласт населения, максимально задействованы возможности технического оснащения Брестского ГОЧС. Огнеборцы были, как всегда, убедительны в своем обращении к гражданам. Но самое главное, они заставили задуматься брещан о правильности своих действий, о своей безопасности. А это уже половина успеха. В рамках четвертого этапа мы проводим анкетирование среди населения города на знание вопросов пожарной безопасности, которое показывает, что наше население в целом информировано о вопросах пожарной безопасности. А значит, та работа, которую мы проводим, имеет определенную эффективность. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ», и это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании – booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни» я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 28 февраля погода в Бресте будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем с юго-запада Европы переместится малоактивный атмосферный фронт. Ночью пройдет кратковременный мокрый снег, день будет без осадков, но пасмурный. Местами туман, слабый гололед на дорогах Гололевица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0, минус 2, максимальная днем 6 градусов со знаком плюс. В последний февральский день погоду в городе над Бугом будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы на фоне повышенного атмосферного давления. Пасмурно, дождливо, местами туман, гололед на дорогах Гололевица. Ветер переменных направлений умеренный. Таковой будет погода в понедельник. Температурный фон суток будет колебаться в пределах 1-4 градуса выше нуля.